МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа «Время говорить» обзор основных событий начала недели. Вот некоторые темы сегодняшнего выпуска в коротком изложении. Пожар на нефтезаводе, здесь загорелась железнодорожная цистерна. Никто не пришел, не позвонил и не помог. После ЧП в доме на Станкозаводской, когда 8-месячный ребенок едва не погиб под упавшей штукатуркой, начата доследственная проверка, но никакой реакции властей не последовало. Пусть уж лучше так. К переходу на зимнее время рязанский народ относится либо безразлично, либо позитивно. Солнышко утром оказалось важнее вечернего мрака. Но теперь обо всем подробнее. В ночь с субботы на воскресенье опять напомнил о себе рязанский нефтезавод. Напомнил ярко, жарко и предельно тревожно. В недрах нефти гиганта заполала цистерна с ожиженным газом. Рязанские огнеборцы тушили пожар около 5 часов. По сведениям, полученным от пресс-службы МЧС, на возгорание выезжало около 40 единиц техники. Пожар к утру был потушен, пострадавших нет. Загорелась заполненная газом вагон цистерна. Сейчас на нефтезаводе создана специальная комиссия, которая разбирается в причинах произошедшего инцидента. Также сообщается, что во время пожара производство на РНПК не останавливалось. Напомним, что это уже второй большой пожар на Рязанском нефтезаводе, произошедший в нынешнем году. Прошлый пожар, надо сказать, был куда более масштабным. Тогда 12 февраля от железнодорожного состава отсоединились сразу 14 цистерн и столкнулись с еще четырьмя закачанным эфиром, который применяется при производстве бензина. От удара и произошло возгорание, которое тушили почти 12 часов. А буквально через пару дней после той большой техногенной аварии произошло еще одно происшествие. При подаче состава из 10 вагонов цистерн для заправки жижным газом с рельсов сошли две пустые порожные цистерны. В обоих ЧП нефтезаводское начальство обвинило сотрудников РЖД. Однако, по сообщению издания Росбалт, Ространснадзор нашел грубые нарушения при отгрузке нефтепродуктов в железнодорожные цистерны именно со стороны работников Рязанского НПЗ и даже временно запретил проводить такие работы. К тому же выяснилось, что ответственные сотрудники РНПК не проходили своевременный инструктаж и проверку знаний техники безопасности. Теперь, спустя 8 месяцев после проверок, авария случилась вновь. По-видимому, транспортировка цистерн на Рязанском нефтезаводе это слабое место предприятия, а где тонко, там, как известно, рано или поздно рвется. Чего может стоить такой вот прорыв в городу и предполагать не хочется. Так что дышим выбросами, считаем аварии и опасаемся катастрофы. Да здравствует нефтезавод! А за день до этой аварии жители России перешли на зимнее время. В общем-то, к переводу стрелок своих домашних часов многим не привыкать. Все-таки 30 лет подряд до президентского указа Дмитрия Медведева в марте и октябре подкручивали стрелки. Кстати, споры медиков, экономистов и простых жителей все это время не утихали. Какое время удобнее для организма и когда просыпаться легче, мы спросили сегодня у рязанцев. До 2011 года мы регулярно переходили с зимнего на летнее время и наоборот. Потом власти решили прислушаться к доводам части врачей о том, что перевод стрелок сбивает внутренние часы человека. Считается, что это наносит серьезный ущерб здоровью, провоцирует стрессы и депрессии. Отмену сезонного перехода приветствовали, как утверждает статистика, 73% жителей России. И вот опять часы вновь перевели на зимнее время и уж на этот раз заверили, что точно в последний раз. Мы решили прогуляться по улицам нашего города и разузнать у обывателей, как им живется по новому времени. Вы почувствовали перевод часов на зимнее время? Да нет, не особо. То есть не чувствует никакой вообще разницы? Нет, просто ребенок рано просыпается, маленький, поэтому нам без разницы во сколько. Да ничего, так же все. Положительную сторону почувствовала. А почему? Ну не знаю почему, наверное, потому что мне уж лет много и мы все-таки привыкли по тому времени жить. И вот когда вернулись, очень даже хорошо. Утром светло, прелестно, ну а вечером темно. Все-таки это уж вечер, как бы так и должно быть. Скажите нам, пожалуйста, вы почувствовали как-нибудь вот перевод часов на зимнее время? Я почувствовала, что легче вставать. Вот и все, так все нормально. Скажите, пожалуйста, почувствовали перевод часов на зимнее время? Нет. А часы перевели? Ну а как же. Ну то есть разницы никакой? Да нет, абсолютно. Почувствовал. Очень хорошо сделали. А почему? Ну как почему? Люди стали вставать попозже, все-таки более светло стало, правильно? А то ночью, ночью. Кому же это хорошо-то, девушка? Это наоборот. То, что было до этого, это был бред. Понимаете, натурально. Зачем так делали, непонятно. Сейчас, наоборот, для людей это лучше. А скажи нам, пожалуйста, почувствовал перевод часов на зимнее время как-нибудь? Да нет. Вообще не заметил. И даже побольше спать там не стал? Ну, сегодня выспался. Почувствовали перевод часов на зимнее время? Пока нет, пока не очень. В общем, лично мы недовольных не нашли. Да и сами, по крайней мере, сегодня отлично выспались. Вообще считается, что зимнее время ближе к астрономическому, то есть психологически и физиологически более соответствует естественному ритму жизни человека. Хотя, конечно же, всем не угодишь. И как оно будет дальше, поживем увидим. Напомним, решение об отмене сезонного перевода часов и переходе на летнее время было принято в 2011 году в соответствии с федеральным законом. Последний раз стрелки часов были переведены 27 марта 2011. Однако, со вчерашнего дня Россия вновь перешла на зимнее время. Ну и теперь уже крутить колесико часов вроде бы не придется. Удивляет, конечно, великое количество разговоров и споров вокруг зимнего и летнего времени. Других проблем у России, похоже, и нет. А если есть, то сущая ерунда. А вот для Екатерины, жительницы дома по улице Станкозаводской, могло наступить время не зимнее, не летнее, а самое черное. Полторы недели назад в ее квартире прямо на кроватку маленькой дочки упал кусок штукатурки. Слава богу, Екатерина успела выхватить ребенка из кроватки. Вопрос о жизни ребенка решили доли секунды и материнский инстинкт. Потом было возмущение в прессе и внимание правоохранителей. Казалось бы, теперь начальственные массы должны зашевелиться, заволноваться и что-то предпринять. Ну, хотя бы в сторону ремонта злосчастного потолка. Однако, зная инертность обитателей начальственных кабинетов, мы решили проверить, что изменилось в судьбе Екатерины и ее маленькой дочери. Ну, или хотя бы в судьбе ненадежного потолка. Та самая история с рухнувшим потолком нашла свое продолжение. Напомним, в нашу редакцию за помощью обратилась молодая женщина. По ее словам, с потолка в детской комнате, прямо в кроватку, в которой в это время спал ее маленький ребенок, рухнул большой пласт штукатурки толщиной в 3 сантиметра. К счастью, молодая мама успела выхватить ребенка из люльки до того момента, как произошел инцидент. Сегодня мы вновь приехали к Екатерине и к Рошке Мирославе. Чтобы узнать, изменилась ли ситуация после многочисленных обращений по инстанциям и повышенного внимания прессы к последнему происшествию. Да, ничего не изменилось. Везде отказ. Квартира приватизирована. Мы ни на что не имеем права. Ну, единственное, что нам сказали, вы можете подать в суд. Ну, дело, скорее всего, будет проигранное. Обращались в управляющую компанию. Никаких сдвигов нет в этом деле. Никто не хочет помогать. Знают, что они неправы. По закону правы мы, но вот... Бесполезно. Бесполезно. Уже у нас были следователи. Мы составили протокол. Обращение к городским властям к одному из велеречивых рязанских депутатов Госдумы и, разумеется, управляющую компанию результатов не принесли. Зато этим делом заинтересовался Следственный комитет. Со слов проживающих в данной квартире, потолок падал и раньше. При этом его ремонт был произведен с нарушением соответствующих норм и правил. Принимая во внимание, что действующее законодательство предусматривает уголовную ответственность за выполнение работы или оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации Призанской области организована и проводится в настоящее время доследственная проверка. В ходе данной проверки будет дана оценка всем указанным в статье фактом, а по ее результатам будет принято законное и обоснованное процессуальное решение. Так что продолжение наш прошлый репортаж получил грустное. Ничего к лучшему в квартире, где падает на детей штукатурка, не произошло. Ну а пока семья своими силами устраняет последствия инцидента. Потолок в детской теперь будет натяжной, так безопаснее. А маленькая Мирослава, по всей видимости, с самого детства начнет отмечать сразу два дня рождения. Страшная по своим последствиям трагедия произошла в субботу на дороге в Шацком районе. Здесь столкновение двух автомобилей закончилось гибелью целой семьи. Подробности трагедии далее. В субботу днем в Шацком районе произошла трагедия. В автоаварии погибла молодая семья. Супруги с ребенком на автомобиле Ниссан двигались в сторону Москвы. По предварительной версии сотрудников госавтоинспекции, женщина не справилась с управлением. Легковушку вынесла на встречную полосу, прямиком под колеса грузовика. От сильного удара вся семья погибла на месте. 26-летняя женщина-водитель, жительница Московской области, управляя автомобилем Ниссан Тииды и двигаясь со стороны города Самары в направлении Москвы, завершая маневр обгона грузового автомобиля, не справилась с управлением. Зацепив обочину, автомобиль занесло, в результате чего правой боковой частью иномарку вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем МАН с полуприцепом. В результате ДТП женщина-водитель, ее 31-летний супруг и трехлетний сын получили травмы, несовместимые с жизнью и скончались на месте ДТП. По факту происшествия проводится проверка. Известно, что женщина получила водительское удостоверение год назад, в октябре 2013 года. По мнению специалистов и людей, в Ниссане не было шансов выжить. Грузовик буквально смял легкового японца. Сейчас возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек. Следствие продолжается. В России продолжается широкое раздольное олимпийское движение. Один из проектов этого дела называется «Олимпийский патруль». Ну, само наименование, конечно, слегка настораживает. Патруль – это суровые люди, проблески, маячка и что-то в этом роде. Патрулируют в проекте известные спортсмены, так что все в порядке. Они приходят в школу, общаются с молодежью, зовут юношество в спортзалы, бассейны и на стадионы. Общероссийский спортивный проект «Олимпийский патруль» направлен прежде всего на пропаганду здорового образа жизни среди молодежи. В гости к школьникам, в том числе и рязанским, приходят известные и титулованные спортсмены. На этот раз 17-ю школу посетила серебряный призер Олимпийских игр в Афинах по прыжкам в длину Ирина Симагина. Встречали ее в стенах родной школы очень радушно и тепло. А далее ребята буквально засыпали спортсменку вопросами. Спрашивали и про то, как начала заниматься легкая атлетика, чем понравились именно прыжки в длину и какие качества необходимы, чтобы достичь высокого спортивного результата. Я думаю, что нужно быть сильным характером и не нужно никогда не сдаваться и немного трудиться. И никогда не надо обращать внимание, когда ты хочешь тебя подстегнуть, чтобы ты испугался и вышел и блока обдавил свои соревнования. Поэтому нужно быть сильным в воле к победе. Но если ты все-таки занят делом, у тебя есть твое целенаправление, что ты хочешь в жизни добиться, поэтому можно все-таки откинуть всю свою лень и ходить заниматься любимым делом. И ты должен для себя выбрать это дело сам, по какой-то стезе, по какой-то дорожке ты пойдешь. Поэтому и идти вперед. Встреча со знаменитыми олимпийцами, безусловно, привлекает ребят к занятиям в спортивной секции и кружки. Благодаря честному личному общению с чемпионами на таких вот олимпийских уроках, школьники понимают, что спорт помогает не только укрепить здоровье, но и позволяет в жизни достигнуть высот. И, конечно, еще одним обязательным пунктом программы проекта «Олимпийский патруль» стала подготовка учащихся к сдаче физкультурного норматива комплекса «Готов к труду и обороне-2014». Потому после общения со спортсменкой ребята перешли в школьный спортзал. Отжимания от пола, виз и подтягивания на перекладине, упражнения на пресс и работа с отягощениями все это поможет получить значок ГТО. И школьники 17-й школы с этими проверочными физкультурными тестами справились. На сегодня у нас все. Передаем в духе последнего сюжета эфирную эстафету программе подробностей. Олеся Харлина ждет в студии руководителя регионального отделения Пенсионного фонда России Геннадия Пашина в планах обсудить заявление вице-премьера России Ольги Голодец по поводу материнского капитала и возникших вокруг этого дискуссий и противоречивых сообщений в прессе. Так что смотрите подробности и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин